Еще в начале прошлого века в небольшой кубанской станице Славинской стояли три храма. В годы советской власти два из них были разрушены. Сейчас пришло время восстанавливать утраченное. По всей стране идет строительство храмов и церквей. Не исключение наш район. Завершается строительство храмов в Коржевском сельском поселении. На историческом событии освящений и установке куполов побывали и наши корреспонденты. Священный во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Свято-Тихоновский храм в Коржевском сельском поселении начали строить еще в 2015 году. Тогда и был заложен первый камень в основании храма. Настоятель храма, отец Роман, рассказал, что с 2010 года они располагались в здании бывшей начальной школы. Но это создавало определенные неудобства. Под строительство нового храма администрации был выделен участок. Сегодня строительные работы близятся к завершению. На минувшей неделе для жителей Коржевского состоялось важное событие. Освящение куполов. Здесь на территории храма будут проходить службы, венчание, крещение. Воскресная школа будет для взрослого населения, для детей. Работы по установке куполов и крестов велись на протяжении целого дня. Первые службы в Свято-Тихоновском храме планируется начать в августе этого года. Во время служб храм готов будет вместить около ста человек. Вот сегодня настоятель, отец Роман, говорил о том, что никогда здесь не было храма. И вот это действительно событие очень важное. А освящение куполов и поднятие их – это как притеча того, что храм скоро будет освящаться, и там будут службы вестись. И отец Роман об этом говорил, что еще немного надо подождать. И я рад тому, что людей много было сегодня. Наверное, со всего хутора люди собрались и гости с разных других мест. Появление нового храма в хуторе Коржевском станет еще одним шагом к тому, чтобы традиции, заложенные веками назад, сохранялись и приумножались, чтобы люди могли прийти сюда и стать ближе к Богу. Надежда Калинина, Игорь Ванчуков, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok